В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В храме Георгия Победоносца проходят ремонтные работы. Небольшие работы в целом по стелобатной части, где-то что-то подлатать, подкрасить. Музей-заповедник Горки Ленинский стал участником пилотного проекта. Регистрируемся или входим и уже берем в аренду велобайк. Новые победы пловцов из Ленинского городского округа. Я довольна, что улучшила результаты на 200 метров брасом и 200 метров комплексом. Ремонтные работы проходят в храме Георгия Победоносца на советском проезде в Видном. Это первая реконструкция храма с момента его основания. Как идет процесс, узнала наша съемочная группа. Георгиевский храм в Видном открылся в 2007 году. С тех пор его дважды красили, но полноценный ремонт здания не проводили. С начала июня здесь начали работы. Основной акцент сделан на обновление внешнего вида здания. Приводят в порядок стены, кровлю, оконные проемы в воскресной школе и ряд других элементов. В данный момент стены подготовлены по краске. То есть проведены штукатурные работы, проведена грунтовка. Соответственно, подготовка сделана для того, чтобы начать работы по производству ремонтных работ на кровле, на водостоках. Изначально здание храма задумывалось белым с красной отделкой, что символизирует мученичество Георгия Победоносца. Специалисты отмечают, что из-за белого цвета здание требует более частого обновления, чем другие храмы. Глобальных изменений в самом внешнем облике храма, как мы к нему привыкли, не будет. Хотя уже многие местные жители выражали даже радость тому, что храм стал полностью белоснежный. Но все-таки у нас уже есть определенный облик храма, который сложился за эти 17 лет. В планах провести работы и на прилегающей территории, переделать лестницу и правильно организовать водоотводы, чтобы не скапливалась дождевая вода. Небольшие работы в целом по стелобатной части, где-то что-то подлатать, подкрасить, они должны будут именно пройти за вот этот оставшийся срок. Работы выполняются силами одного из застройщиков муниципалитета при содействии главы Ленинского округа Станислава Катарова. Их планируется завершить до середины сентября. И обновленный храм станет подарком всем жителям ко дню города. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сегодня у нас в гостях руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской клинической больницы Зарема Тен. И мы поговорим о пользе грудного вскармливания. Зарема, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас снова увидеть в нашей студии. Зарема. Зарема, насколько я знаю, стартовала неделя поддержки грудного вскармливания, естественного вскармливания. Расскажите вообще, какие мероприятия проходят в медицинских учреждениях и вообще о пользе? У нас стартовала неделя в поддержку грудного вскармливания. Это на данный момент очень актуальный вопрос, потому что я вот неоднократно повторяю, что женщины сейчас разделились на два фронта. Одни, которые прям категорически не хотят и не поддерживают грудное вскармливание, и те, которые поддерживают грудное вскармливание для себя и другим это предлагают. И даже те, которые говорят, грудное вскармливание везде и всегда, выходят в общественные места, там кормят детей. Ну, разумеется, мы не такое поддерживаем, мы поддерживаем с медицинской точки зрения во всех медицинских подразделениях Винновской больницы, на базе всех абсолютно отделений, во всех отдаленных наших амбулаториях. Есть врачи-гинекологи, каждый из них ведет кабинет для мам, школа для мам называется. Там обучают, как правильно прикладывать ребенка. Врач-гинеколог рассказывает о сложностях, с которыми мама может столкнуться во время грудного вскармливания. Также там обсуждается польза для мамы, для малыша, чему способствует грудное вскармливание. И мамы, которые готовятся стать мамами в первый раз, во второй раз, и те, кто уже стал мамами, посещают, как правило, врача-гинеколога и обсуждают этот вопрос. Это очень актуальная тема. Поэтому, как правило, на таких занятиях для мам бывает очень много посетителей. То есть, если столкнулись с такой проблемой, например, женщина захотела кормить естественным, возникли какие-то проблемы, то есть она может обратиться? Разумеется, конечно. Есть такое осложнение. У очень многих мамочек возникает, в особенности, если это первая беременность, первая лактация. Очень часто у пациенток возникает лактостаз. То есть, это застойная лактация, при которой без доктора, наверное, сложно решить ситуацию. И такие мамочки очень часто приходят. И доктор показывает, прям показывает непосредственно, как правильно проводить массаж в этом случае. Подсказывает, как правильно проводить мероприятие по кормлению. То есть, чтобы мама в дальнейшем не столкнулась с вот этим вот осложнением. Я, как мама троих детей, которая также поддерживает грудное вскармливание и проводила его общий стаж 5 лет, вот, должна сказать, что даже мое личное наблюдение, челюстно-лицевой аппарат детей идеально развивается тогда, когда мама проводит грудное вскармливание. То есть, в этот поток грудного молока, то, сколько оно должно идти ребенку, происходит в идеале не через бутылочку, а, разумеется, через женскую грудь. И ребенок, для того, чтобы это производить, то есть, он делает сосательные движения, которые стимулируют нормальную работу челюстно-лицевого аппарата. И в последующем у таких детей, как правило, формируется правильный перекус, и меньше возникает ортодонтических осложнений. Даже ради эстетической красоты мамы нельзя ставить физиологическое развитие ребенка на второе место. Поэтому я призываю максимально, чтобы мамы больше об этом узнавали, больше читали, просвещались. А мы, в свою очередь, помогаем. То есть, у нас вовсе даже не неделя грудного вскармливания проходит в поддержку, а целый год. У нас регулярно на всех базах, помимо гинеколога, то, что просветительская работа проходит, у нас мамочки, если задают какие-то вопросы, связанные с лактацией или именно с грудью, там, строение, осложнение и прочее, то, соответственно, наши врачи всегда на это отвечают. Сейчас уже даже зависимость онкологических заболеваний и грудного вскармливания, она очень высокая. И онкологи очень часто говорят, что грудное вскармливание является профилактикой рака молочной железы. То есть, поэтому это тоже, я считаю, что высокий такой аргумент, достаточно большой, в пользу того, чтобы поддерживать все-таки физиологический процесс. Спасибо большое, Зарема, за информацию. А я напомню, что у нас в гостях была руководитель Центра медицинской профилактики общественного здоровья Видновской клинической больницы «Зарема ТЭН». Музей-заповедник Горки-Ленинский уже давно завоевал имидж учреждения, которое использует в своей работе самые смелые инновации. Касается это и выставочной работы, и заботы о посетителях. На днях первым в Московской области музей стал участником пилотного проекта. Какого узнал Максим Козлов. Музей-заповедник Горки-Ленинский – объект большой, площадь более 220 гектаров, на которых расположено около ста различных объектов, зданий и памятников. Обойти их все – задача непростая, но теперь легко решаемая. У нас есть, как и обычные велосипеды, но территория очень большая, и людям физически очень тяжело преодолеть расстояние, так как у нас много музейных объектов, инсталляций. Поэтому на этом велосипеде, на электровелобайке, гораздо легче. Преодолеть все эти расстояния. Именно музей в Горках-Ленинских первым в Московской области обзавелся электровелосипедами. Проект пилотный, а потому подошли к его реализации со всей ответственностью. У нас есть станции, есть люди, которые каждый день пригоняют, заряжают эти велосипеды, потом их расставляют, а также помогают людям сориентироваться, если возникают какие-то вопросы в эксплуатации велосипеда. Так что в этом плане у нас очень все организовано, и мы этому очень рады. Всего несколько дней электробайки используются в музее-заповеднике, но уже есть немало восторженных отзывов. Пока что у нас 20 велобайков, и мы надеемся, что в ближайшем, в ближайшем прям будущем у нас их станет больше, и получаем обратную связь, как классно, что мы внедрили такие прекрасные велосипеды. Естественно, первыми, кто начал использовать электровелосипеды, стали сами работники музея-заповедника. Тем более, что активировать байк – пара минут. Сканируем QR-код. Приложение загружается. И мы видим велобайк, московский велопрокат. Есть несколько вариантов аренды велосипеда. Официальное приложение. Можно через Яндекс.Гоу и через приложение для Андроид Рустор. Мы выбираем приложение. Регистрируемся или входим, и уже берем в аренду велобайк. Но для посетителей, у которых есть проезд единый, они могут бесплатно пользоваться велобайком. Это будет бесплатная поездка. И также для студентов. Есть в проекте и историческая составляющая. Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин тоже был неравнодушен к велосипедам. Он очень любил кататься на велосипеде. И он жил тогда в Швейцарии со своей супругой. И супруга поделилась с мамой Ленина, что вот у нас нет велосипедов, и как бы было бы замечательно на них кататься. И мама направила из Германии им два велосипеда. И они были безумно этому рады. И это прям для него был большой-большой восторг. С 23 по 28 июля в Екатеринбурге проходил финал Кубка России по плаванию. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ленинского городского округа. Евгений Рылов, Иван Гирев, Виктория Таранникова и Александр Санин. Об успешных выступлениях наших спортсменов и подготовке к следующим первенствам расскажем в нашем сюжете. Кубок России – важнейшие соревнования для пловцов. В настоящий момент они стали альтернативой Олимпиаде и другим международным турнирам. В Екатеринбурге спортсмены из Ленинского городского округа в очередной раз доказали, что они одни из лучших не только в стране, но и в мире. Рылов, понятно, Евгений, понятно, Гирев Иван. Но когда на финал попадают такие пацаны, как Александр Санин, 16 лет, этот самый маленький среди мальчиков, Вика Таранникова, которая 15 исполнится только 16 августа, а 17 поедет она на Спартакеаду. Это было такое счастье. Заслуженный тренер России Андрей Шишин отметил, что высокие результаты сборной Московской области, куда вошли воспитанники Центра «Дельфин», результат слаженной работы всей команды и современный подход к тренировочному процессу. Не только наш, Женя Рылов, родной, который уже с 16-го года является неоспоримым лидером мирового плавания в плавании на спине, но это и наше молодое подрастающее поколение, это Таранникова Виктория, которая была второй на 200 брас, и при этом она младше соперницы на 5 лет. И если мы говорим о той девочке, которую она проиграла, то мы сравнивали сейчас в Париже с Олимпиадой, а она уже выиграла дистанцию браса той девочке, которую она проиграла. Представляете, да, уровень какой сумасшедшей плавания у нас в районе. Виктория Таранникова финишировала второй на дистанции 200 метров брасом, уступив только рекордсменке мира. Возможно, не все получилось прям как хотелось. То есть я довольна, что улучшила результаты на 200 метров брасом и 200 метров комплексом. Есть еще над чем работать. Еще один юный спортсмен Александр Санин показал достойные результаты в вольном стиле на дистанциях 100 и 200 метров, но признается, что не совсем доволен своим выступлением. В Екатеринбурге пошло все сразу не по плану, сразу не по тому состоянию, на которое надеялся. Поэтому я ожидал, что будет гораздо лучше состояние. Да, но как-то получилось, что старался быть на максимум, но получился не тот результат, на который хотел. Уже сейчас пловцы готовятся к следующим соревнованиям. В начале августа Иван Гирев и Евгений Рылов выступят на Кубке Балтики. А Виктория Таранникова будет представлять Московскую область в составе сборной на летней спартакиаде учащихся, финал которой пройдет в Пензе с 18 по 22 августа. Наталья Буслаева, Евгений Бег, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин